Приветствую вас. Для начала следует определить, что данный факт является травмой, данный факт является психологической травмой, к сожалению. И, соответственно, при условии, что это психологическая травма, то, как в случае с любой травмой, в первую очередь необходимо прожить ее. То есть в первую очередь необходимо вам прожить все эти негативные эмоции, которые у вас имеются сейчас. Прожить их до конца, чтобы они вам не мешали, чтобы они вас как-то не отвлекали, чтобы вы могли жить дальше. Это первое. Что важно понять. Дальше, следующий момент касается того, как вас данная ситуация в целом задевает. То есть вот что, например, для вас значит тот факт, что вам мужчина изменил, да, что для вас означает это, ну и так далее. То есть все вот это крайне, крайне важно определить для вас. После чего можно будет провести коррекционную работу. Конечно, вам требуется помощь по восстановлению самооценки, по адаптации в новой реальности, которая сейчас для вас, скорее всего, выглядит крайне, ну, крайне не привлекательна. Вот. И соответственно реабилитация. Вот. Так же следует учесть тот факт, что измена мужа это следствие кризиса в ваших отношениях. Вот. следствие проблем в ваших отношениях. И в этот кризис, в эти проблемы, а вы так же ввести свой вклад. Поэтому принципиально важно осознавать в том числе и свою личную ответственность за то, что произошло. Вот. Когда вы, когда и если вы возьмете на себя ее часть ответственности, а именно половину ответственности, когда и если вы на себя возьмете, возьмете, то ситуация станет для вас гораздо легче. То есть вы не будете уже так однозначно обвинять, например, если вам сейчас этого хочется, обвинять своего мужа в том, что он сделал. То есть это будет больше такая вот позиция более разгруженная в этом плане. В плане ответственности за то, что произошло. Вот, в принципе, то, что вам можно сказать. В принципе, то, что вам можно ответить в этом случае. Конечно, у вас крайне мало информации и понятно, что индивидуальный анализ данной ситуации позволит лучше вас понять. Вот. Вы свой вопрос задаете достаточно в общем ключе. Ну и соответственно, вам ответить на него тоже можно достаточно общий. То есть шаблонно вам можно на него ответить на этот вопрос. Если вы раскроете свою проблематику несколько более подробно, то уже можно будет вам отвечать более корректно, да, более конкретно, более конкретно. Вот. Пока что ответить вам можно только, к сожалению, вот так. Я надеюсь, что этого будет достаточно. Мне очень жаль, я сочувствую вам, что вы оказались в такой ситуации, но это же не это бывает. Такая ситуация бывает. Это не оправдывает ни в коем случае вашего мужа. Но если вы попытаетесь, например, его понять, то вы постараетесь как бы разобраться, как человек пришел к этому, да, и как он с объективностью к этому относится, а также, если вы немножко абстрагируетесь, например, от того момента, что у вас эта ситуация может задеваться. То есть если не рассматривать ее в контексте того, что вас эта ситуация задевает, то как это для вас выглядит с точки зрения, например, ваших ценностей, как это для вас выглядит с точки зрения, например, вашего представления о дальнейшей жизни с мужем и так далее. Вот. Это тоже нужно понять. Вот. Вполне вероятно, что вы сами в какую-то степень своего мужа подталкивали неосознанно к тому, что он так поступил. Вот. Ну, может быть, вы ничего не подозревали. Но в любом случае на измену, тем более мужчина просто так не пойдет. Вот. Мужчина и женщина не идут на измену, а просто так. Если мужчина или женщина пошли на измену, значит, значит, есть какая-то довольно серьезная проблема, которую люди не могут решить иначе, кроме как измену. Ну, есть и бывают, бывают, конечно, отдельные случаи, когда, например, люди просто любвеобильны. Вот. Такие случаи, такие, конечно, бывают тоже. Но тут уже, опять же, можно говорить о некой такой индивидуальной истории. То есть это все уже более индивидуально. Вот. Ну, на этом все. Я надеюсь еще раз. Надеюсь, что я помог вам очень. Надеюсь на это. Я хотел бы пожелать вам удачи. Я хотел бы пожелать вам выхода из данной ситуации. Вот. Я надеюсь, что вы его найдете. Либо со специалистом, либо без. И найдете свое счастье. Вот. Найдете себя. Найдете свою идеальную, может быть, идеальную пару. Я надеюсь, что так все будет для вас, по крайней мере. Да. Удачи. Удачи вам. Самого доброго. Обращайтесь, если у вас будет такое желание. Мы вам с огромным удовольствием поможем.